По компенсации льготного проезда мы существенно пересмотрели положение, взяли под контроль департаментом транспорта эти выплаты. На сегодняшний день те перевозчики, которые нам поверили, уже заключили договора, и мы уже оформляем, и люди получают деньги. Конечно, это не те деньги, которые полностью могут покрыть затраты, но это те деньги, которые может позволить себе городской бюджет. Других денег, к сожалению, от государства у нас нет. Поэтому эти же договора и эти же средства, приблизительно в таком же количестве, около 5 с лишним миллионов гривен, запланированы на компенсацию, именно только для частных перевозчиков, не считая ТТУ. Запланированы и на 2017 год, поэтому мы эту работу будем продолжать. Вы должны понять и город, и льготников. Я призываю к социальной ответственности. Те годные категории, которые положены сейчас возить по законам и постановлениям кабинетов министров, мы призываем их возить и никого не выбрасывать. Это основное условие договора. Мы должны это обеспечить, и жители города должны это тоже понимать вместе с вами. Мы берем на себя такую социальную ответственность. Мы обязаны жителей возить. Если мы этого делать не будем, тогда зачем мы находимся, зачем мы выходим на эти перевозки. Выходить просто так, не обеспечивать условия договора, мы это тоже не позволим. Дальше вопрос по монетизации льгот находится на рассмотрении в Верховной Раде. В зависимости от принятия решений монетизации, компенсации, из какого бюджета, мы будем информировать частных перевозчиков и льготников. И, соответственно, жить в темпе с законодательным процессом. Продолжение следует...